Строить сегодняшний вебинар следующим образом. Мы сейчас расскажем, выведем на экран презентацию. Я расскажу немного общее положение о конкурсе. Ольга Евгеньевна Горецан расскажет подробные требования к заявке, к портфолио КСС и прочей конкурсной процедуре, а также расскажет об исследовании, которое должно помочь нашим уважаемым участникам и особенно будущим финалистам, а я уверена, что среди наших участников есть и финалисты из сегодняшнего вебинара. Это исследование очень поможет в подготовке как эссе, так и конкурсного предложения в будущем. Еще раз возвращаемся к названию нашего конкурса. Открытый международный конкурс на мастер-план территории, прилегающей к Самара-Аренам. Цель – разработка эффективной экономически обоснованной концепции комплексного развития мастер-плана территории, расположенной вокруг стадиона Самара-Арена. Конкурс уникальный. Это первый такой подход в Российской Федерации к наследию Чемпионата мира по футболу, который прошел несколько лет назад. И мы очень благодарны за такую возможность для всех в таком ракурсе подумать над такими сложными задачами и успешно их решить совместно с финалистами конкурса и с победителем. Участниками конкурса могут быть российские и зарубежные профессиональные организации в области архитектуры, проектирования, разработки концепций развития общественных пространств, объектов коммерческой и жилой недвижимости, мастер-планирования, экономики, финансов и контентного программирования. Корпорация развития Самарской области не случайно выступила заказчиком этого конкурса, а инициатором конкурса выступил регион в целом, потому что у региона есть отличные амбиции развить эту территорию совместно с инвесторами, поэтому конкурс носит в том числе комплексный характер и ожидаются конкурсные предложения, опять же, сложно сочиненные, включая в том числе и финансово-экономическую модель, чтобы сделать эту территорию привлекательной, еще более привлекательной для инвесторов. Это сложная задача, но я уверена, что команды смогут привлечь соответствующих специалистов в свои консорциумы, либо уже имеют их в своем составе. Конкурс двухэтапный, первый этап отборочный, на нем будет происходить прием заявок, ему дан старт был на пресс-конференции, которая проходила в феврале в Москве. Отбирать финалистов будет профессиональное жюри, оценивая заявки, и в состав заявок обязательно входит эссе и портфолио. На втором этапе будет происходить разработка конкурсных предложений финалистами. Финалисты будут отобраны по итогу мощного заседания жюри, и три команды счастливчики будут разрабатывать конкурсные предложения. Во втором этапе структура достаточно сложная у конкурсного предложения. Это должен быть мастер-план. Финалисты, после того, как они узнают, что они получили данный статус по итогам первого заседания жюри, получат очень подробное техническое задание, что должен включать в себя этот мастер-план. А если говорить о форме подачи конкурсного предложения, то это альбом, включая пояснительную записку, материалы, визуализация предлагаемых решений, презентации, планшеты для экспозиции, и материалы для усмотрения участников. Ну, такие, как, например, 3D-ролик. Это не восприняется, только приветствуется. А если говорить о текущем этапе, то я повторюсь еще раз. Это заявка, портфолио и СССР. В условиях конкурса, которые размещены на сайте, также подробно изложены все ожидания, все необходимые требования, которые нужно соблюсти, дабы попасть в состав участников, чьи заявки будут допущены к рассмотрению жюри на первом этапе. Жюри возглавляет руководителя региона, губернатор Самарской области, господин Азар, с подробным составом жюри можно также ознакомиться на сайте самарена.лай. График конкурса. Сегодня 10 марта установочный вебинар как раз проходит. Сейчас русскоязычный, через несколько часов будет англоязычный вебинар для ваших иностранных коллег. окончание приема конкурсных заявок. Это очень важная на данном этапе дата. Это 20 марта 2020 года, естественно. Очень ждем. 26 марта в городе Самара под председателем губернатора Самарской области пройдет заседание жюри и будут рассматриваться все заявки, допущенные к этому заседанию. По итогам этого заседания будет выбрано три финалиста, три команды финалиста. И затем очень важно, чтобы 13 и 14 апреля все команды финалисты имели возможность посетить территорию. Оргкомитет, оператор конкурса организует все эти мероприятия, включая визовую поддержку для иностранных участников консорциумов. И все смогут в очном формате побеседовать, в том числе и с заказчиком, изучить территорию, посмотреть город, насладиться Волгой. 8 июня все финалисты должны будут сдать свои конкурсные предложения. И 16 июня пройдет заседание жюри, также в Самаре, и будет объявлен победитель. Призовой фонд, общий призовой фонд 14 миллионов 400 тысяч рублей. После того, как пройдет заседание жюри, будут объявлены три финалиста, они получат авансы в размере 2 миллионов 400 тысяч рублей. И затем по итогам второго заседания жюри, когда будет определен победитель, а также команда, которая займет второе и третье место, соответственно, победитель получит 3 миллиона 600 тысяч рублей, 2 миллиона 400 тысяч рублей получит команда, занявшая второе место, и третье место получит миллион 200. Принципы разработки конкурсного предложения. Мария Седвецкая. Общие принципы разработки конкурсного предложения опираются на стратегические приоритеты и на градостроительные предпосылки развития данной территории, расположенных в Киевском районе Самарской Самары, и включают в себя комплексное развитие с интеграцией в городское пространство, кластерное развитие территории как целевую модель развития территории, прилегающей к стадиону Самара-Аренам. Формирование городской среды нового качества через интеграцию и создание новых средств, развитие человеческого капитала, среды для бизнеса, среды для жизни и нового качества среды, использование мирового опыта работы с территориями, сопряженными с крупными спортивными объектами. И в постсоревновательный период этот мировой опыт мы приводим, мы приводим тренды, которые характерны для таких примеров. Повышение социально-экономической привлекательности территории и развитие коммерчески эффективного девелопмента и создание условий для активизации человеческого капитала, так как Самара – это крупные образовательные потенциалом образовательным и научным. И это одна из моделей, которые являются классными для последствий. Данный конкурс преподавался исследованием аналитическим, в котором были оценены предпосылки развития территории, проблемы развития территории и по возможности собрана максимально та информация, которая может быть полезна конкурсантам при подготовке своего конкурсного предложения. Версия исследования будет выложена или уже выложена на сайте конкурса, размещена на сайте конкурса, и подготавливая свое эссе, уже можно на нее опираться, и можно в дальнейшем также ею пользоваться. Если какие-то вопросы возникнут по содержанию тех материалов, которые представлены в исследовании, организатор конкурса всегда окажет методическую поддержку для того, чтобы разъяснить какие-то моменты, которые остались непонятны. Конкурсная территория находится в северной части городского округа Самара и площадью 397 гектар. Это территория вокруг футбольного стадиона Самара-Арена. В границе рассмотрения при подготовке конкурсных территорий войдет немного больше территории, 510 гектар, для того, чтобы более подробно, более тщательно проработать вопросы контакта и интеграции этой территории в окружающую городскую среду. Вот стадион Самара-Арена. Всем он известен по чемпионату мира по футболу, который там был проведен. Этот объект является градоформирующим объектом для городского округа Самара и представляет из себя наследие чемпионата мира по футболу. При этом территория, которая расположена вокруг него, в настоящий момент не имеет такого целостного характера. И поэтому задачи перед конкурсантами стоят, с одной стороны, сложные, с другой стороны, интересные. Это интегрировать данный градоформирующий объект, как бы усилить его градоформирующее значение и дать предложение по созданию целостной структуры планировочной вокруг этого объекта, с тем, чтобы территория эффективно работала. Самарская область. Конкурс у нас международный, поэтому мы немного поясним специфику размещения этого объекта. Грасс-кокруг Самара является центром одноименной области Самарской области, которая, в свою очередь, расположена в Павловском федеральном округе. Это динамичный развивающийся регион, и 20% населения Российской Федерации проживает в Павловском федеральном округе, и, соответственно, Самарская область имеет свою специфику и в ПФО, и в целом в Российской Федерации. Основным ее преимуществом является человеческий капитал, инновационный капитал и образовательный капитал. И это все происходит на фоне, такой большой потенциал на фоне активного промышленного развития и промышленного развития этого региона и в целом Самарской области. Подытожить преимущества Самарской области в Павловском федеральном округе в целом Российской Федерации можно выделить такие существенные предпосылки, как высокие инвестиционные, транзитные и логистические потенциалы, выгодное транспортно-географическое положение, диверсифицированная транспортная инфраструктура и развитый каркас. А Самарская область и город Самара располагаются на пересечении всех видов путей. Это и железнодорожные трассы, это федеральные автомобильные трассы, это река Волга и, соответственно, Самарская область находится в узле пересечения различных направлений. Это запад-восток, это север-юг, это европейская часть страны и азиатская часть страны и это связь с странами южного зарубежья. В Самарской области один из самых высоких показателей валово-регионального продукта в Павловском федеральном округе. У области устойчивое социально-экономическое положение, высокая заработная плата, низкий уровень безработицы, положительная статистика миграционных процессов, высокий показатель среди годовой численности занятых в разных областях промышленности, сельского хозяйства и непроизводственной сферы. Но, однако, надо отметить, что промышленные направления по экономике несколько сдерживают развитие других направлений и основной поток инвестиций в настоящее время направлен в обрабатывающую промышленность и в связи с этим промышленный потенциал реализуется в большей мере, нежели остальные составляющие потенциала Саварской области, про которые мы говорили. Это инновационный, образовательный и, в принципе, скажем так, постиндустриальный потенциал в этой области. Следует отметить, что Самара является одним из двух центров Самары-Тольятинской агломерации и это дает ей дополнительное преимущество в дальнейшем развитии промышленности. И территория конкурсная, про которую мы говорили, располагается как раз на оси этой самой, на главной оси Самары-Тольятинской агломерации, что существенно определяет положительные предпосылки развития конкурсной территории. Это не случайно. Сам стадион, когда выбиралось место расположения стадиона футбольного в Самаре, он размещался на транспортной оси с аэропортом Крумоч и, собственно говоря, в дальнейшем эта ось только будет усиливаться. Еще дальше. Стратегические документы развития Самарской области и Самарско-Тольятинской агломерации дают нам представление, в каком направлении в будущем следует ожидать концентрацию усилий в концентрацию усилий и денежных потоков. Это, прежде всего, развитие инновационного профиля Самарской области на базе высших учебных заведений. Это размещение объектов регионального значения, поддерживающих старичный уровень Самары, сбалансированное пространственное развитие и формирование креативной городской среды, развитие транспортно-логистического кластера за счет реализации выгодного географического положения и развитие новых типов кластеров, реализация крупных имиджевых проектов международного масштаба, опережающие развитие деловой среды, развитие туристско-рекреационного потенциала. Собственно говоря, это очень диверсифицированное направление развития, но, тем не менее, каждое из них может быть преломлено применительно к нашей конкурсной территории, поскольку эта территория достаточно перспективна в любом из тех направлений, которые мы с вами сейчас перечислили. В контексте развития городского округа важно подчеркнуть основные приоритеты развития города. Самара – крупный промышленный и инновационный образовательный центр, в котором проживает более миллиона человек, площадью 541 квадратный километр, с средней заработной платой, достаточно высокой для Приволжского федерального округа. С точки зрения демографических показателей, для городского округа характерно довольно высокий уровень рождаемости, стабильное снижение смертности и положительное сальдо миграции применительно к возрастной группе молодежи 15-19 лет, что важно для человеческого капитала и инновационного развития в постиндустриальном периоде. При этом негативные характеристики связаны со старением населения, снижением рождаемости и отъездом трудоспособного населения в возрасте демографической активности. Историко-культурные предпосылки также предопределили пространственные характеристики развития городского округа и места конкурсной территории, потому что пространственная ось вдоль реки Волги повлияла на транспортный узел, который сложился вдоль этой речной оси. Это город-крепость, далее промышленный центр, для которого характерно многоукладное разнообразие и многонациональное население. Вытянутость города вдоль речной оси сформировала урбанизированный левый берег с красивыми видами на заповедную природу правобережья. Сегодня историческими характеристиками обладают преимущественно Самарский и Ленинский район в центре города. Кировский район, в котором расположена конкурсная территория, занимает периферийное положение, тем не менее он является узлом на северной пространственной оси к аэропорту Курмоч и Тольятти. Площадь района 100 км квадратных, в Самаре всего 9 внутригородских районов. Кировский район граничит с Красноголинским и промышленным районам. И основные направления пространственного развития городского округа непосредственно связаны с развитием северного и северо-восточного направлений, как раз через земли Кировского района. На юг город развивается через Куйбышевский район. Развитие основной оси связано с рекой Волгой. И город стратегические приоритеты свои видит в полифункциональном развитии. Природная рекомендация к Акасии городского округа выпустили 17 особо охраняемых территорий, в том числе и несколько из них расположены вокруг конкурсной территории. Природное своеобразие связано с особенностями расположения озелененных территорий в системе города. Рекреационные объекты общего пользования распределены достаточно неравномерно, и уровень благоустройства большинства объектов не отвечает современным требованиям. Тем не менее, вокруг конкурсной территории расположено несколько озелененных зон и городских лесов, которые должны быть интегрированы в общую целостную планировочную модель. Научно-образовательные предпосылки развития связаны с большой концентрацией высших учебных заведений, их 17, в том числе и национальные университеты, несколько опорных вузов. Самара является одним из крупнейших центров науки образования Привозского округа и большое количество образовательных учреждений. Также связана с научно-исследовательскими организациями. И Самара – один из главных центров не только автомобильной промышленности и машиностроения, но и научный центр страны в космической и авиационных областях. Рассматривая как материальные составляющие, так и нематериальные характеристики, мы определили особенности символического капитала, которые могут повлиять на ключевую модель и идею развития конкурсной территории. Безусловно, это роль Волги и набережной как основных аттракторов для местных жителей и для туристов. Это роль промышленного центра с сильным научно-образовательным комплексом. Самара как крупнейший транспортный узел и транспортные коридоры, которые проходят непосредственно вблизи конкурсной территории. Это местные бренды и особенности архитектурного своеобразия. Это ключевые спортивные символы и стадион Самара-Арена как ключевой объект-аттрактор событий международного масштаба. Это привлекательный образовательный имидж городского округа в целом. Это Самара космическая как сформировавшийся исторический бренд и современные культурные практики и фестивали, которыми знаменит городской округ сегодня. Данная ментальная карта представляет собирательный образ символического капитала, в котором выделяется роль Волги, Курмоча. Это несколько объектов сервиса, которые популярны. И мы сформировали эту ментальную карту на основе превалирующих запросов в отношении как объектов природы, архитектуры, так и сервиса и объектов-аттракторов. Потенциал формирования новой идентичности связан с аэрокосмическим профилем, со спортом и событиями международного масштаба. Природное окружение и наличие на прилегающих территориях природных объектов также повлияет на выбор модели развития конкурсной территории. Разнообразие промышленной истории Кировского района, что важно для его имиджевого позиционирования. Дифицированные спортивные сообщества, которые сегодня уже есть на территории Кировского района. И некоторые негативные фоны общественного восприятия района, которые связаны как с уровнем безопасности, так и с периферийным положением. И эти имиджевые характеристики также стоит учитывать при выборе модели. Особенности положения конкурсной территории связаны с развитием общественного транспорта. Это и трамвайные маршруты, автобусные связи, но некоторая удаленность от центра города. Исследуемая территория расположена на севере, на участке между устьями рек Сок и Самара, и ограничена несколькими транспортными трассами и узлами. Это Волжское шоссе, Московское шоссе, Дальняя и Демократическая улица. Примерное время движения от центра города до Самара-арена – это 30 минут и 16 километров. Общая площадь исследуемой территории – 397 гектар, при этом площадь рассмотрения включает 510 гектар. Самара-арена граничится с несколькими микрорайонами. Это студеный овраг, 18-й километр и радиоцентр на юге. Инфраструктурная обеспеченность территории связана с наличием в комфортной доступности нескольких образовательных учреждений, медицинских учреждений, предприятий общественного питания, городского леса и лесопарка, большого кружного торгово-развлекательного центра и объектов розничной торговли, а также производственных объектов. С точки зрения предпосылок выявлена недостаточная обеспеченность общественным транспортом, возможность использования медицинских, спортивных и рекреационных услуг как уникальных объектов, наличие городских парков и лесных территорий в шаговой доступности, но при этом неравномерное распределение объектов в социальные инфраструктуры. Городостроительный потенциал территории связан с наличием зон с особыми условиями использования. Это санитарно-защитные зоны, охранные зоны, лэп и зоны запрещения или ограничения застройки, ограничения использования, связанные с природными территориями и наличием объекта археологического наследия, это селища Жигулевские сады. Земельные участки неоднородны по форме собственности и включают как частную собственность, собственность публично-правовых образований и территории неразграниченные. В некотором роде бессистемное межевание препятствует эффективному использованию территории, поэтому как модель развития закладывается интеграция различных участков с различными предпосылками для использования. Ключевыми сильными сторонами конкурсной территории являются выгодное положение на оси агломерации, уникальность потенциала, комфортная транспортная доступность до реки Волги, наличие обустроенной лесопарковой зоны, прилегание к зонам жилой застройки и крупным объектам торговли, сервисам и социальной инфраструктурой. Среди слабых сторон недостаточная транспортная сеть и удаленность от центра города, функциональная специализация объектов, которые сегодня преимущественно используются для массовых спортивных мероприятий, имиджевые характеристики Кировского района и средние показатели качества среды. Возможности, при этом связанные с использованием потенциала развития нового центра на северо-восточной оси, и это будет центр как агломерационного значения, так и городского, развитие транспортно-логистического потенциала и возможность девелопмента за счет концентрации уникальных объектов-аттракторов. В целом позиционирование городского округа связано с стратегическими приоритетами, заложенными в стратегии стально-экономического развития городского округа и теми инновационными направлениями, которые и связывают кластерное развитие. Это транспортно-логистический центр, производственно-технологический центр, деловой, торгово-финансовый, оздоровительный и рекреационный и центр коммуникаций. Для конкурсной территории преимуществами являются потенциал агломерационного уровня, уникальный потенциал наличия территории более 300 гектаров в публично-пробовой собственности, в черте города, концентрация вокруг и внутри территории объектов градоформирующего значения, потенциал формирования новой идентичности, связанной с аэрокосмическим профилем, спортом и событиями международной значимости и благоприятное экологическое окружение. При этом ключевые вызовы, необходимость обновления программы постсоревновательного развития города и территории, низкие рейтинговые показатели, отток населения, в том числе квалифицированных специалистов и молодежи, дисперсность структуры города и отсутствие имиджевого позиционирования и продвижения основных брендов города. Для выработки принципов подготовки к конкурсному предложению нами был проанализирован опыт постсоревновательного использования и досоревновательной программы развития и постсоревновательной программы использования территорий, прилегающих к крупным спортивным объектам. Одним из примеров, который наиболее релевантен территории Самара-Арены, это стадион Стадо де Франс и Олимпийский дворец водных видов спорта, который располагается в Сен-Дени. В пригороде Парижа это метрополия Большой Париж. В 1998 году в Сен-Дени прошел чемпионат мира по футболу и в этот момент был создан многофункциональный район с офисами, жильем, досуговыми центрами, пешеходными и общественными пространствами и модернизирован общественный транспорт, который соединяет Сен-Дени с основной частью Парижа. Ставилась главным образом не только спортивная некая программа для этого района, но прежде всего перезагрузка всей территории, которая была социально неблагополучной. Программа была выполнена, тем не менее ожидаемый эффект был недостаточно высок, вернее эффект, который сложился, был не тем, который ожидался изначально. И в настоящий момент наступил второй этап развития этой территории, который связан с тем, что в 2024 году Париж примет летние Олимпийские игры и здесь размещается второй крупный спортивный объект, это Олимпийский дворец водных видов спорта. Опыт Сен-Дени показывает, что мегасобытия спортивные, они не только спортивные события, но и прежде всего имиджевое такое событие, которое может привлечь инвестиции для развития целого района. Вторая важная особенность это необходимость долгосрочного планирования развития территории, так как даже наличие сформированной программы перезапуске района не всегда дает ожидаемый результат. Третье, что должно быть налажено четкое взаимодействие и сотрудничество между органами власти на всех уровнях и представителями бизнеса, а также всеми прочими стейкхолдерами территории. И еще один тренд, который очень четко прослеживается в Сен-Дени, это как раз социальная ориентированность намерений по реновации территории. То есть олимпийские объекты, это не только инфраструктура для проведения соревнований, это еще и рабочие места, это еще попытка изменить имидж района и создание среды нового качества, которое должно изменить социальную ситуацию в этом районе. Второй более известный объект это Олимпийский парк Королева Елизавета в Лондоне. Поражает всех своей комплексностью и подходом, когда создается среда нового качества, предполагающая объединение всех элементов территории, всех объектов территории общественными пространствами нового уровня. Здесь также следует отметить, чтобы было осуществлено долгосрочное планирование комплексного развития территории с детально проработанными вариантами использования мегаобъекта после завершения спортивного мероприятия, что при формировании городской среды нового качества были использованы инновационные технологии, то есть это некая демонстрационная и опытная площадка для технологий в области городской среды, и что процесс редевелпмента этой территории, причем процесс долгосрочный, возможен только в том случае, если создана управляющая компания, отвечающая исключительно за развитие территории. Именно эта управляющая компания отвечала за привлечение инвестиций и учет интересов стейкхолдеров и за постсоревновательное использование этой территории. Еще один пример во Франции, это стадион «Альянс Ревера» в Ницце, интересен тем, что Франция стабильно показывает комплексность развития возле крупных спортивных объектов, и при этом делает всегда это на высоком технологическом уровне, показывая новые экологические технологии. В данном случае есть и очистка поверхностного стопа под этим стадионом, который демонстрируется всем желающим, а не только тем, кто пришел на стадион. И другие технологии, связанные с использованием экономии электроэнергии, выработкой новых источников электроэнергии и так далее. Территория вокруг стадиона «Альянс Ревера» тоже получила комплексное развитие, и здесь также стояла задача интеграции этой территории с уже существующими районами Ниццы, которые имеют совершенно другую специализацию, и поэтому была ставка сделана именно на инновационное развитие для того, чтобы показать, как может быть другим способом организована городская среда на современном уровне. Есть более утилитарные примеры использования территорий, которые прилегают к крупным спортивным объектам, например, в США Кливнинские ворота, где ревитализация неэффективно используемых объектов и территорий была осуществлена за счет функций, которые комплементарно, в общем-то, спортивному объекту, но иная. Это развлекательная досуговая инфраструктура, и создав таким образом эту структуру, здесь сформировался спортивно-развлекательный кластер, привлекающий большое количество посетителей, не только тех, кто там живет, но и тех, кто сюда хочет приехать, провести время в необычном, интересном окружении. Суммируя, как бы, все современные тенденции использования территории, которые привлекают к крупным спортивным объектам, можно выделить общие черты для них, для всех. Это использование спортивных мест и событий, как драйвера развития территории и привлечения инвестиций. Это необходимость подготовки долгосрочной постсоревновательной программы развития территории, включая реновацию депрессивных территорий и решение социальных проблем. Это комплексный подход к развитию территории, который одновременно предполагает создание среды нового качества, и в том числе такой момент образовательный, как демонстрация новых городских технологий. Использование инновационных методов развития территории для создания дополнительных имиджевых преимуществ, то есть это дальнейшее продвижение этой территории не только сегодняшнего дня, а территория завтрашнего и послезавтрашнего дня. Это необходимость активизации человеческого капитала и подход в создании многофункциональных территорий и объектов, которые имеют ядром спортивный объект, но опираются в своей деятельности не только на этот объект. Соответственно, сопоставив эти тенденции с теми предпосылками развития, которые у нас имеются, и городского уровня, и эгумерационного уровня, и районного, локального, мы сформулировали шесть ключевых принципов развития территории и ожидаем, что при подготовке конкурсного предложения, а также при подготовке эссе, который является как бы заделом для будущего конкурсного предложения эти конкурсные, эти принципы будут внимательно изучены и отражены. Первое – это создание центра агломерационного значения. Весь комплекс предпосылок свидетельствует о том, что у территории потенциал выше районного и выше городского. Второе – это комплексность развития и кластерное развитие с интеграцией в городское пространство. То есть отдельные распадающиеся градостроительные объекты вряд ли позволят в будущем устойчиво существовать и развиваться этой территории. Третье – это формирование городской среды нового качества. Имиджевые преимущества Самара-арены, которые уже сейчас имеются, и проведение международного конкурса должно вывести эту территорию на некий новый уровень. И все приемы и методы организации городской среды, которые здесь будут предложены конкурсантами, они вполне смогут не только повысить уровень качества городской среды в городском округе Самары, но и продемонстрировать другим регионам Российской Федерации, как можно работать, создавая среду нового качества. Создание условий для активизации человеческого капитала. То есть конечная цель – это не только экономическое развитие, но это прежде всего социальный эффект, которые должны иметь реализация конкурсных предложений. В помощь к этому все-таки использование мирового опыта развития территорий, сопряженных с крупными спортивными объектами, и это не только и не столько те примеры, которые мы уже к вам проявили, которые мы сейчас уже проанализировали, но и самостоятельный поиск аналогичных примеров, которые позволят нам создать на этой территории устойчивое образование, способное к саморазвитию и имеющим максимальный социально-экономический эффект. И, соответственно, как итог, мы получим с вами повышение социально-экономической привлекательности территории, которая само по себе будет дополнительным преимуществом этой территории и работать на нее впоследствии. Ну и завершим как бы цитатой о том, что экономический прорыв может быть совершен только в результате многостороннего взаимодействия, соблюдением балансов и интересов всех его участников государства, населения, бизнес-сообщества, местного самоуправления, вузов, институтов, гражданского общества. То есть это не чисто градостроительная задача ставить перед конкурсантами и не чисто экономическая, это более сложная задача, которая в итоге позволит нам получить мастер-план развития территории, а не концепцию ее градостроительного освоения. Коллеги, прежде чем передать слово коллегам из Самарской области, я хотела бы несколько моментов отметить. На один вопрос, поступивший в чат, я отвечу сейчас. Да, запись вебинара будет обязательно, она ведется. Еще раз повторюсь, вот Ольга Евгеньевна с Машей представили подробное исследование, оно размещено на сайте конкурса, на русском языке, на английском языке его не будет, но обязательно будет на этой неделе. Приглашение к участию, это достаточно подробный документ, который очень тщательно учел все выводы исследования, и он, и приглашение к участию на русском языке уже размещено, на английском языке оно будет размещено в четверг, поэтому ваши иностранные коллеги смогут ознакомиться с основными выводами исследования, ознакомившись с приглашением к участию. И коллеги-участники вебинара, пожалуйста, не забывайте об опции задавать вопросы в чат, потому что очень скоро мы перейдем к ответам на них. Уважаемые коллеги из Самарской области, я вас прошу, пожалуйста, немного о контексте, вам наверняка есть что дополнить, и также немного об ожиданиях от концепции, которые будут готовить финалисты, какие-нибудь подсказки для победителя. Ну, дорогие друзья, я прежде всего хочу всех приветствовать, я генеральный директор корпорации развития Самарского СОФЕРа Максим Лидович, мы являемся заказчиком проведения этого конкурса, но, как известно, его итогом должно стать выбор трех наиболее перспективных и интересных проектов, мастер-план территории, прилегающих стадиону Самара Арена, основные критерии отбора, ну, это, безусловно, оригинальность, ну, и экономическая эффективность в том числе, впоследствии эти проекты будут вынесены на рассмотрение сайта директоров корпорации развития Самарской области, членами которой являются большинство членов правительства Самарской области, для выбора более интересного проекта, для воплощения. Ну, каких-то подсказок дать на сегодняшний день, мне кажется, мы не сможем, потому что в этом и смысл конкурс состоит, чтобы были предложены более интересные и экономически эффективные решения, поэтому все оставим на творчество участия конкурса, я думаю, так. Максим Викторович, вы можете дополнить, окончательный выбор победителя произведет наше профессиональное жюри, часть из которого состоит как раз из членов Совета директоров корпорации развития, но также включает в себя независимых экспертов, одного иностранного коллегу, иностранного эксперта. С подробным составом жюри можно ознакомиться на сайте председателя, естественно, губернатора Самарской области господин Азаров. Ну, безусловно, да, так и. Господин Галахов, господин Чекмарев, возможно, вы можете что-нибудь добавить, может, какое-нибудь напутствие участникам. Ну, если позволите, несколько слов. Конечно, конечно. Ну, во-первых, в поддержку, надеюсь, интересных предложений и инвестиционного и строительного порядка, могу сказать, что сегодня сейчас разрабатывается генеральный план городского округа Самара, впоследствии этого будет корректировка естественно действующих правил землепольной застройки городского округа, поэтому все свежие идеи инноваций вполне возможно на местном уровне мы сможем зарегулировать в поддержании этих идей. Здесь идут вопросы относительно соблюдения нормативов не только регионального, но и федерального уровня. здесь бы, наверное, мы попросили их придерживаться с федеральных норматив в речи 42-го СП, почему? Потому что это уже не наш прерогатив. Спасибо. Уважаемые участники вебинара, необходимо что еще отметить? Ну, действительно, стадион Самара это уникальный объект на территории региона и городского округа Самара. В момент проведения чемпионата был включен режим на момент проведения, но в то же время есть такое понятие как наследие. Был разработан в свое время проект планировки на наследие, где размещался ряд региональных объектов. Тем не менее, мы полагаем, что участники уважаемые участники конкурса дадут новые предложения, новые видения, новые прочтения. Это уникально для Самарского территории. Поэтому пожелаем вам удачи. Спасибо. Коллеги, спасибо. Денис, давай отзвучивать вопросы. И коллеги, мы сейчас тогда совместно с вами будем отвечать на вопросы уважаемых участников с семинаром. На первый вопрос от Полины по поводу публикования материалов на английском языке был ранее. Следующий вопрос. Какие нормы проектирования следует применять стандарт комплексного развития территории Минстроя, РФ, или действующие своды правил и стандартов в случае их противоречия стандарту? Не надо забывать, что мы готовим мастер-план, а не концепцию комплексного развития территории, применительно которой есть стандарты Минстроя. Это не значит, что мы забываем все нормативно-правовые документы, которые есть. Это значит, что мы пытаемся осмыслить, какая система регулирования вообще-то должна быть применена на этой территории. Если конкурсное предложение будет предусматривать создание уникальной территории с размещением объектов, в том числе и федеральных, с участием ГЧП и так далее, маловероятно, что вы сможете воспользоваться стандартом Минстроя, который в большей части регулирует типовые какие-то ситуации. В случае, если же вы имеете на этой территории, она все-таки большая по площади, создаете некие кварталы или территории, которые попадают под действие этих стандартов и руководятся этими стандартами. Но еще раз обратим внимание, что в данном случае мы ждем в дне проекта тренировки, а ожидается мастер-план. То есть, это документ, который наряду с концептуальным градостроительным развитием прежде всего содержит мощное финансово-экономическое обоснование и идеологическое обоснование. И прежде всего уровня, вот о чем я говорила в начале, тех объектов, которые здесь предполагается создать. То есть, мы еще обращали внимание, что здесь мы ожидаем принцип кластерного развития. То есть, надо понять, а что это за кластер. Это вряд ли будет только чисто экономический кластер или только градостроительный. То есть, здесь нужно применить некое творчество, чтобы понять, какой системой норматив в итоге надо пользоваться. Коллеги, из Самарской области господин Галаховчик, Марьев, может быть, что-нибудь добавите? Ну, буквально пару слов можно добавить. То, что касается региональных и местных нормативов, это полномочия правительства Самарской области. Поэтому здесь мы готовы рассматривать предложение коллег, уже дальше будет видно, какую ситуацию все это будет выходить. Спасибо. Следующий вопрос. Следует ли применять изменения в своды правил, утвержденные Минстроем РФ в конце 19-го года, в начале 20-го года и вступающие в силу во второй половине 2020-го года? Вопрос касается изменений СП-42, 54, 82, 118, 31, 32 и 396. Ну, это вообще в настоящий момент, не имея вашей концепции, вообще трудно сказать, ответить на этот вопрос. То есть для того, чтобы на него ответить, надо понять, что вы предложите для этой территории. Это первое. И второе, на выходе, еще раз обращаю внимание, будет не проект планировки, на выходе не будет проект документации, на выходе будет мастер-план. И для этого, для того, чтобы вам самим ответить на этот вопрос или, если вы не найдете на него ответа, впоследствии задать в личном кабинете, чтобы мы дали разъяснение, еще раз образование сначала осмыслить эту работу. Она не чисто грабостроительная. Она шире. Ну, и следующий вопрос про региональные нормативы уже прокомментировали много ранее. Следующий вопрос от Олега. Для чемпионата мира был создан внешний периметр безопасности. Его необходимо оставлять в таком виде, как он есть. Второй вопрос о парковке стадиона на северном участке сохраняется или их можно перенести ближе к стадиону? Скорее всего, коллегам из Самарской области. Могу так прокомментировать, что реализация мероприятий формировалась по требованию FIFA на момент проведения чемпионата футбола. То есть, необходимо было создать условия для вот этих миль, по которым шли болельщики на мероприятие или после мероприятия. Поэтому в рамках формирования видения нового прочтения планировочной структуры возможно реализация иных предложений в части размещения парковок. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос от Олега про пожелания от города по интеграции необходимых объектов социальной, спортивной и бизнес-инфраструктуры. Есть ли такие пожелания? Уважаемые коллеги, прокомментируйте, пожалуйста. Если говорить о комплексном развитии городского города Самарк, то, что закладывается в концепцию генерального плана города, то хотел обратить внимание, что рассматривая транспортный общественный каркас города, территория вокруг стадиона рассматривается как одна из трех мощных узлов структуры общегородского центра. И в этом смысле эти узлы рассматриваются как многофункциональные. Есть определенная специфика, если вы посмотрите на историю и географию города, этих узлов, они расположены на юге, это историческая часть города, и понятно, что у городов юмилующих на счете здесь имеется прежде всего историко-культурный потенциал этой части города, в центральной зоне, которая развивается как деловая, и северное направление наиболее экологически чистые и привлекательные для развития не только общественных составляющих, но и жилого сегмента. И в этом смысле я так думаю, что данную территорию нужно рассматривать как многофункциональную в интересах развития не только города, но как и заметил мой коллега и регионы. Почему? Потому что это основное направление, которое тяготей, аггломерационной связи нашей дуэй-одинной аггломерации Тольятти и Самарах. Спасибо. Спасибо большое. Следующий вопрос от Полины. Верно ли, что в случае консорциума в форме заявки на участие в разделах 4 и 5 необходимо предоставить соответствующие документы только в отношении лидера консорциума по аналогии с информацией в первом разделе? Полина, тут бы я попросил вас уточнить, о каких именно документах идет речь, потому что согласно своему конкурсу приложение 4 это конкурсные критерии, а приложение номер 5 это декларация консорциума. Если вы говорите о декларации, то безусловно она заполняется лидером консорциума, но на данной декларации должны стоять подписи и печати всех участников вашего консорциума. По поводу другого приложения уточните, пожалуйста, о чем идет речь. Следующий вопрос от Олега. Сформирован ли уже бренд объекта? Существует ли бренд-бук стадиона и как можно с ним познакомиться? Этот вопрос пожалуй тоже к коллегам из Самарской области. Максим Викторович, возможно, вы сможете сориентировать нас? Ну, боюсь, что наверное сориентировать. Сейчас я вас не смогу по этому вопросу. Бренд-бук стадиона у нас наличие отсутствует, поэтому в виде может действовать по текущей ситуации. Спасибо. Ну, со своей стороны от имени оргкомитета мы тогда у стадиона запросим эту информацию и если существует такой бренд-бук, то мы его обязательно передадим всем участникам и разместим его в личном кабинете на сайте конкурса. Следующий вопрос от Аллы. Есть ли перечень объектов капитального строительства, которые уже однозначно хотелось бы включить в состав мастер-плана? Ну, этот вопрос уже мы ответили ранее. Есть. там есть мы усмотрели участников конкурса. хотим ответить. Проект планировки, который готовился на территорию в преддверии чемпионата мира, предполагал размещение не просто объектов капитального строительства, объектов, которые должны иметь именно градоформировающие значения. То есть, в принципе, можно проанализировать те предложения, которые там были, но, опять же, как говорили коллеги из Самары, зачем проводится этот международный конкурс? Для того, чтобы выработать некую эффективную конфигурацию развития этой территории и в будущем финалисты смогут пообщаться более близко со стейкхолдерами этой территории во время установочного семинара, чтобы конкретизировать и задать вопросы. Сейчас же на стадии первого этапа конкурса гораздо важнее оценить предпосылки, проблематику по соревновательному развитию территории, прилегающей к Самаре-арене и выработать некий такой идеологический подход к ней, потому что эсэ не предполагает большого количества информации, которую вы туда заложите. Это должна быть очень концентрированная идея для того, чтобы в дальнейшем вас допустили к финалу этого конкурса. Следующий вопрос от Олега. На какие крупные мега-события и чемпионаты смотрит в перспективном будущем администрация города? Это тоже правда. В том числе про задачи конкурса и коллеги просили бы мы вас этот вопрос прокомментировать. Ну, такие мероприятия пока мне, во всяком случае, неизвестны. И, прошу прощения, я хотел бы еще обратить на что внимание. Я сказал о высоком экологическом потенциале этой территории и рекреационной составляющей. Тот, кто знакомился с географией места проведения конкурса, то обратил внимание, что это место находится непосредственно близ не только от реки Волга, но и от нашего национального парка Жигуретка-Лука. И в этом смысле, наверное, рекреационный составляющий мощную региональную рекреационную центру должна присутствовать и на этой территории. Спасибо. Что касается мега-событий, это не случайное явление, оно обычно, если бы территория Самара-Арены и городского округа Самара предполагала проведение каких-то мега-событий, к которым можно было бы приурочить второй этап развития этой территории, это уже было бы прописано в государственных программах. То есть мега-события это не просто название, это как бы национальный проект, это некая госпрограмма финансирование, но это не значит, что вы не можете со своей стороны проанализировать событийный календарь города, потенциал ее спортивных клубов, он частично мы его проанализировали в исследовании, у вас есть возможность как бы самостоятельно это посмотреть, проанализировать развлекательные мероприятия, которые проводятся на территории города и так далее, понять, а каков потенциал города Самара, то есть какого уровня мероприятия может принять эта территория, то есть понятно однозначно, что такие события, как чемпионаты мира, чемпионаты Европы, какие-то кубковые этапы и даже участие в российских каких-то крупных мероприятиях, это планируется заранее и на это выделяется госфинансирование, поэтому здесь с одной стороны есть некий элемент творчества ваш, а с другой стороны надо реально оценивать потенциал, что может город Самара самостоятельно в условиях отсутствия господдержки, федеральной поддержки предложить с этой стороны, и как это сделать экономически и целесообразным и привлекательным, и экономически целесообразным и выгодным, а с другой стороны, если возникнут предложения о выведении этого комплекса на новый уровень за счет какой-то ну скажем новой политики региона в отношении этой территории, возможно это дальнейшее может быть проработано на более высоком уровне, но только это должно быть обоснованно и опираться на городской потенциал, агломерационный потенциал, городской потенциал, областной потенциал. Следующий вопрос от Полины уточнение к вопросу выше имеется в виду не приложение к условиям участия в конкурсе, а именно разделы в форме заявки участников в личном кабинете, раздел 4 документа, учредительные заявления о согласии документации и раздел 5 дополнительные документы. Спасибо за уточнение, Полина. Речь идет исключительно о лидере консорциума, который предоставляет данные документы. Другие участники консорциума со своей стороны заполняют декларацию консорциума, которую в свою очередь загружает в соответствующее поле лидер консорциума. Больше от членов вашего консорциума ничего не потребуется. Как планируется реализовывать проект привлечения инвесторов ГЧП? Есть ли части проекта, которые могут быть реализованы за счет федерального и регионального бюджета? Продолжение следует... Ольга, чуть-чуть. Начнем с Айджи к названию конкурса, что это конкурс на мастер-план развития территории, где в техническом задании это описано как именно механизм развития территории, а не механизм предстоятельного освоения. Один из разделов мастер-плана экономическая модель развития территории. В данном случае вопрос именно в основе развития инвестиций и какого уровня из бюджета по каким, скажем, нацпрограммам, нацпроектам или там специальным проектам можно привлечь в регион, пользуясь потенциалом этой территории. И второе, что безусловно это не может быть чисто бюджетной историей, иначе она будет невыгодной ни государству, ни региону. И в данном случае это задача конкурсанта определить оптимальное соотношение и найти софинансирование, найти источники финансирования. Модель политических во всем парам. Следующий вопрос от Олега. Какая самая высокая точка города? Какая ее высота? Насколько вертикаль влияет на идеологическое восприятие территории? В этом вопросе я бы попросил Игоря Борисовича помочь. Возможно, вы знаете. Да. Если говорить о территории стадиона, то она расположена на фактическом водоразделе двух склонов, которые образуются на слиянии реки Волга и Самары. И в этом смысле занимает господише положение относительно всех остальных территорий. Если говорить о вертикали, как и любая вертикаль, конечно, обогащает любое выстроительное решение и дает возможность дополнительно ориентироваться в пространстве. Хотя справедливость ряда надо сказать о том, что даже телевышка, которая на сегодняшний день находится в непосредственной близости стадиона с акваторики Волга не видна. Поэтому здесь можно говорить о ориентирах внутри материковых на основных подъездах со стороны аэропорта Курумыча. Спасибо. В дополнение к Игорю Борисову хочется сказать, что сам стадион Самара-Арена как раз располагается на практически самой высокой отметке. Высота стадиона 60 метров и он как бы доминирует и с визной зоны со стороны аэропорта Курумыча и со стороны акватории Волги. Коллеги, приглашаем вас, приезжайте сами все это наглядно имеете. Спасибо. Спасибо большое. Следующий вопрос от Ольни. В каком режиме используется здание стадиона сейчас? Проходят ли игры? Присутствуют ли какие-либо функции помимо спортивных? концерты фестиваля небольшой достаточно периодичностью вот к примеру летом будет проводиться известный достаточно рок-фестиваль рок-набор ну а так и дарят конечно команда Крылья Совет свои домашние матчи на этот студент. И если поздумите еще допомнил бы эта площадка становится второй наряду центральной площади Куйбышев на которую проходят основные массовые мероприятия посвященные что называется красным дням календаря это и новогодние гуляния и масленица и надеюсь все остальные другие народные праздники. Спасибо. Спасибо уважаемые участники если у вас остались еще какие-либо вопросы просьба написать в чат и соответственно воспользоваться уникальной возможностью чтобы члены жюри а также представители оргкомитета ответили вам на ваши вопросы. Да, коллеги при этом напоминаем о том что у нас работает всегда двусторонняя связь с оператором конкурса через личный кабинет можете направлять вопросы все вопросы будут переадресованы в соответствующие ведомства и F&Q будет размещено также для всех участников чтобы все были в равном положении также напоминаю что сегодня в 14.00 по московскому времени состоится вебинар уже на английском языке перевод будет последовательный просим планировать свое время с небольшим запасом а также попросите ваших уважаемых иностранных коллег присоединиться вовремя к вебинару тот вебинар на английском языке будет также доступен в видеозаписи но всегда гораздо продуктивнее задать вопрос членам жюри и представителям региона и операторам конкурса напрямую в прямом эфире так коллеги вопросов на сегодня нет уважаемые коллеги из Самарской области благодарим вас за участие в русскоязычном вебинаре ждем через несколько часов вас желательно в том же составе на англоязычном вебинаре по возможности в зависимости от ваших рабочих графиков уважаемые участники конкурса благодарим вас кто не успел задать себе вопросы ждем их в личных кабинетах спасибо 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 спасибо